Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Александр Абойшев, и вы помните, что в прошлом видео я вам рассказывал о вот этой замечательной колонке Tronsmart Element Groove. И колонка эта мне понравилась. Она маленькая, компактная, за хорошую стоимость, хороший звук и хороший функционал. И после этого видео я заинтересовался брендом Tronsmart. Я такой, что это за интересный такой бренд, который за хороший прайс дает нам хороший звук, хорошие характеристики. И заказал себе Tronsmart Element Force. Сразу скажу, что Tronsmart Element Force стоит дороже, и цена начинается от 3500 рублей. Вот она пришла ко мне, и давайте сегодня поговорим об этой колонке, послушаем ее. Все как вы любите. Итак, поехали. Так, тебе спасибо, колоночка, ты пока отходи за кадр. Итак, открываем. Что сразу я вижу? Так, коробка большая, и сразу я вижу, что здесь заявляет нам компания Tronsmart. Компания Tronsmart заявляет, что у нас колонка защищена по стандарту IPX7, то есть она водонепроницаемая. Здесь есть глубокие басы. Если у вас есть вторая колонка, то вы можете их заставить работать одновременно. Также она играет 15 часов на средней громкости, и чтобы ее зарядить, в принципе, нужно 3 часа. Также здесь есть NFC-чип, и здесь есть 3 бас-эффекта. Это экстра-бас, 3D и стандартный режим. Ну, вот что заявляет нам компания Tronsmart. Итак, я думаю, коробка, кстати, пришла непомятая, хорошая, и такая очень даже приятная на ощупь. То есть, привет, JBL. У JBL такие же коробки для достаточно дорогих колонок. Итак, открываем коробку. Первое, что нас встречает, это колонка и маленькая коробка синего цвета. Итак, колонку мы достаем и пока откладываем на потом. Сейчас нас интересует вот эта коробка синего цвета. Так, большую коробку тоже мы пока откладываем, потому что она нам уже не нужна. Так, здесь написано Tronsmart беленьким цветом. И что в ней скрывается? User Manual. Инструкция, которая рассказывает, что нужно делать, как пользоваться этой колонкой. Сейчас я вам... А, гарантийная карта. Сейчас поподробнее о чем расскажу. Итак, сейчас я вам расскажу, есть ли здесь русский язык. Есть китайский, есть немецкий, есть английский, есть испанский, есть итальянский. А где русский? Tronsmart. Где русский язык? Вот у меня колонка, я в России живу. Я хочу русский язык. Я хочу понять, как пользоваться этой колонкой. Вы мне не даете русский язык. Tronsmart. Исправьте эту проблему. Вот прямо исправьте. Сделайте русский язык. Это будет тогда классно. И гарантийная карта. Честно, я не знаю, есть ли в России центры Tronsmart официальные. По крайней мере, я не встречал. И в случае чего, мне кажется, вы не сможете вот этой картой воспользоваться. Ну, ладно. Она здесь просто есть для комплекта. Что у нас дальше? Так. Это с другой стороны мы уже открываем. Так. Это закрываем. Стандартный провод для зарядки компании Tronsmart, как мы поняли из прошлого видео. Это USB на AUX. Tronsmart делает не microUSB, а делает AUX для зарядки колонки. И это прикольно, потому что microUSB уже поднадоел. Вот. Такой вот провод. И здесь еще 3,5 мм на 3,5 мм провод. Этот провод нужен для того, если ваш девайс по каким-то причинам не поддерживает Bluetooth и не может по Bluetooth подключиться к колонке, то вот этот провод его спасет. Вы просто подключаете по проводу ваш телефон или там плеер или что у вас есть, где есть музыка, и подключаете колонки. Это классно, потому что у JBL есть только разъем, а вот провода они не дают. Tronsmart дает нам еще одну возможность подключить, так сказать, ваш девайс к колонке. Так. Больше у нас здесь ничего нету. Следовательно, синяя коробочка. Спасибо. Все. Так. Комплект больше не нужен. Все. Его откладываем. Достаем колонку. Колонка это самое интересное, самое важное. Так. Я ее достану вот так вот. Здесь даже есть специальная такая штука. Вот она. Колонка. Она в черном цвете. Она прорезиненная такая, очень даже приятная. Мне нравится на ощупь. Заглушки под басы сделаны металлическими, что с одной, что с другой стороны. И есть две с каждой стороны вот такие пластиковые накладки, которые вокруг всего корпуса. Также здесь есть такой карабинчик, типа, ну, для того, чтобы повесить на карабин или повесить куда-то вашу колонку, есть вот такая вот штуковина. Складывается, выглядит приятно, сделанная из металла. Так. Сверху у нас здесь вот такой вот комплект кнопок. Сейчас я объясню, что к чему. Первая кнопка это включение-выключение. Вторая кнопка это мод, ну, подключение по Bluetooth. Третья кнопка это уменьшение громкости. Четвертая это плей-пауза. Пятая кнопка это увеличение громкости. И здесь есть такая интересная кнопка эквалейзер. Эта колонка поддерживает три режима. Первый это стандартный режим. Второй это 3D стерео режим. И третий это экстра бас режим. Ну, мы с вами послушаем, и я вам расскажу о них. Итак, что же здесь еще есть? Здесь еще есть значок NFC. Вы можете подключить ту колонку по NFC к вашему девайсу. Честно сказать, у меня к эпловской продукции не получилось это сделать к тому же айфону, айпэду. У меня это получилось сделать к андроиду. Это действительно прикольно. Вы прикладите ваш смартфон и подключаете по NFC чипу ваш смартфон к колонке. Это действительно классно. Это двигается вперед. И это удобно. С другой стороны колонки под резиновой заглушкой у нас скрываются три разъема. Первый это AUX для зарядки. Второй это 3,5 мм. И третий это SD. Ой, какой AUX? Это у нас Type-C. USB Type-C. И для SD-карты. То есть, если у вас есть SD-карты, на которой есть музыка, то вы спокойно можете ее засунуть в эту колонку и слушать музыку уже непосредственно с нее. Это удобно, это классно. Хотя, я не знаю, есть ли у кого-нибудь еще карты, на которых есть музыка. Вот, вот так как-то. Итак, колонка тяжелая, ребят. Колонка, правда, тяжелая. Весит она 780 грамм. Это уже ближе к килограмму. И эту колонку не всегда есть возможность взять с собой. Вот. Длина этой колонки 204 мм. Ширина 64 мм. И высота 80 мм. Что, в принципе, да, колонка не самая маленькая. А колонка большие размеры. Вот. Также в этой колонке есть у нас 2 динамика по 20 ватт. Вот здесь и вот здесь. Следовательно, вместе это получается 40 ватт. И звук должен быть хороший. Колонка может проиграть 15 часов на где-то средней громкости. Ну, для зарядки ее после этого нужно 3 часа. Вот. Так, что у нас идет дальше? Дальше, я думаю, нам стоит послушать эту колонку, потому что мне уже не терпится познать, как сказать, этот звук. И давайте ее включим. Включаю. Колонка у нас включается. И должна подключиться к моему планшету. Да, подключено. Да, подключено. Максимальная громкость. Итак, сейчас у нас будет стандартный режим. Я нажал. Здесь ничего не горит. Значит, включен стандартный режим. Итак, послушаем на максимальной громкости в стандартном режиме. Честно говоря, играет, правда, громко. Вот. Но у нас есть еще второй режим. Какой режим включился? Включился режим экстра-бас. Как я это понимаю? Потому что загорелся здесь вот синий огонек. И это значит включился режим экстра-бас. Сейчас послушаем на режиме экстра-бас. И остался последний режим. Это 3D стерео. Вот у нас загорелась белая лампочка над режимом эквалайзера. И это значит подключен режим 3D стерео. Слушаем на нем. Ребят, я не знаю, смогли ли вы услышать все эти 3 режима. Потому что если у вас иные динамики, вы их можете не услышать. Ну, я вам честно скажу, какой режим мне больше всего понравился. Мне понравился режим экстра-бас и 3D стерео. Стандартный режим это так, можно сказать, глобально ни о чем. Потому что есть какие-то верха, есть низа. Ну, прям такие-таки. В экстра-басе у нас подключаются глобальные низы. Вот. И верхние хорошо тоже слышно. И звук становится прям такой глубокий, сильный, мощный и громкий. В 3D стерео это уже чуть выше, чем стандарт. То есть там уже лучше слышно басы, лучше слышно верха. Ну, в принципе, если как повседневная, я бы, наверное, слушал бы все-таки в 3D стерео. Вот. Потому что экстра-бас это еще громче, она становится вообще супер. Итак, друзья, еще хотел вам рассказать, почему же эта колонка так хорошо играет. Эта колонка хорошо играет, потому что в ней Tronsmart использует свою технологию Sound Pulse. Сейчас вкратце расскажу, что это такое. Это технология, которая используется в динамиках или в колонках, вот в автомобиле, которые используются в сабвуферах. Вот такое вот звучание, которое придает для них. Они смогли засунуть это вот в такую вот достаточно небольшую колонку портативную. Вот. И получить такой качественный хороший звук. Если вам станет интересно, вот я вам оставлю статью, которую вот Tronsmart разместил у себя на сайте. И вы сможете почитать. Вот. Как-то так. Она, правда, на английском, но мне было интересно. И я понял, что... То есть Tronsmart как бы в этой статье расскажет, что они хотят вот этой вот колонкой заменить большие ваши сабвуферы, старые, которые там не самые новые, старые. Вот эта колонка может их заменить, как они заявляют. Ну, знаете, по звуку это действительно классный, качественный звук, громкий, три режима. И еще цена, трех с половиной тысяч рублей. Я думаю, что конкурентов вы, конечно, не найдете с таким звуком. Вот так вот, друзья. Итак, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки. Вот. В скором времени мы эту колонку будем окунать с Родионом в воду. Будет весело, будут брызги и все как вы любите. И самое главное, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч. Пока-пока.